Смарт-ТВ, LED, OLED, QLED, 4K, HDR, рынок современных телевизоров умнеет с каждым днём. Ну, можно сказать, даже с каждым часом. Но разобраться в том, что нужно именно вам, сегодня мы разберёмся. Какой телевизор лучше выбрать в 2019 году для дома? Поехали! Очень важным параметром при выборе телевизора является его диагональ. Для начала вы должны подумать, сколько человек будет смотреть телевизор. Если вы, например, один смотрите телевизор, то вы можете купить себе поменьше диагональ. Но если у вас 10 детей, 20 внуков, 40 правнуков, то вам нужен прям больше 100 дюймов телевизор. То есть это, надеюсь, понятно. Также нужно подумать, куда вы его поставите. То есть, каким свободным местом вы располагаете в своей квартире. То есть, например, если у вас 2 квадратных метра помещения, вряд ли вы туда всунете 75-дюймовый телевизор. А если у вас 100 квадратных метров, вы можете прям всунуть туда, и он не будет смотреться каким-то большим. И ещё одно. Если, например, у вас в квартире мало места, куда вы можете поставить телевизор. Например, у вас стоит диван, шкаф, табуретка. И вы можете туда только всунуть 40 дюймов. То это тоже нужно учитывать. 40 дюймов берём и всё. Потому что, если вы купите, например, 55 дюймов и принесёте домой, и вы не сможете никуда его впиндёрить, как можно сказать, то это будет большое разочарование. И ещё нужно понимать одно. То есть, если вы купили, например, 65 дюймов телевизор, повесили его на стену и сели, например, метр от него, то прям пиксели будут вам выжигать ваши глазные яблоки. То есть, также нужно смотреть на расстояние, при котором вы будете смотреть этот телевизор. То есть, есть золотые правила. Если у вас Full HD телевизор, вы должны сидеть на расстоянии в 3 раза больше, чем высота его экрана. Если у вас 4К телевизор, рекомендованное расстояние между ним и зрителем уменьшается в 1,5 раза. То есть, там больше точек, и вы можете сидеть ближе к 4К телевизору. Ну, надеюсь, я вам донёс, что я хотел рассказать про диагональ. И ещё, вы приходите в магазин, где продаются телевизоры, и вы смотрите 40 дюймов, 55 дюймов, 70 дюймов, 80 дюймов. И вы смотрите, какой это он маленький, знаете, 55 дюймов маленький, 80 дюймов возьму. Но приносите домой, вешаете его на стену, и он кажется прям как скала, здоровенный такой телевизор. Почему это происходит? Потому что в помещении, где продаются телевизоры, оно большое. И вы смотрите на этот телевизор, тем более, есть сравнение с чем, стоит где-то 32 дюйма, и там, например, 80 дюймов. И вы думаете, вау, 80 крутят. Но когда вы приносите домой и вешаете его на стену, вы думаете, блин, лучше бы я взял, наверное, 60. Потому что прям вся стена у меня в телевизоре. Вот такие дела. Второй параметр — это разрешение. 4К или Full HD или HD. Термин вообще, что такое разрешение, описывает чёткость TV-картинки в горизонтальных линиях пикселей. Обычный, например, HD-телевизор выводит на экран 720p. То есть 720 линий за один раз. Full HD 1080 линий, 4К далее и так далее. Сейчас даже есть и 8К, и пошло-поехало. На сегодня производителям телевизоров быстро переходит с HD или Full HD в 4К. Почему это происходит? Потому что в 4К-телевизорах 3840 точек на 2160 точек. То есть по сравнению с Full HD в два раза больше. Вы спросите, ну и где главное преимущество 4К-телевизоров? А это небольшие объекты смотрятся на его экране более детализировано. То есть чётче. Как это можно понимать? Например, вы смотрите жука-скалолаза, например, на телевизоры HD. И он такой весь в пикселях, такой весь корявый. Или вы смотрите в Full HD такого же жука-скалолаза, и он уже покрасивее. Но в 4К, ребята, вы смотрите, и он прям прекрасный. И вы всегда захочете иметь жука-скалолаза у себя дома. Вот и разница. Изображение в целом тоже выглядит более богатым и живым по сравнению с Full HD и HD. То есть 4К рулит, можно сказать. Картинка в 4К выглядит здорово. Если, конечно, вы её найдёте. То есть, что это значит? Если вы покупаете 4К телевизор, в России есть только несколько спутниковых операторов. Например, Триколор ТВ. Есть 7 каналов. То есть, ультра-HD-синема, кино, ультра-HD и поехало далее. Но эти все каналы платные. В основном вы будете в 4К смотреть фильмы, скачанные с интернета, с торрента. Но не забывайте, и ещё один большой момент. Если вы скачиваете в 4К фильм, не забывайте, что он будет весить где-то от 60 гигабайт. То есть, один маленький фильм. И это, я вам говорю сейчас, самый такой, можно сказать, бредовый 4К 60 гигабайтов. Потому что даже сейчас есть Full HD 50 гигабайтов. И ты смотришь и удивляешься. А если хочешь действительно 4К фильм, там должно быть и больше гигабайт. Вот. Ну, и вы должны понимать, что сейчас, на данный момент, 4К телевизоры обошли Full HD. Раньше Full HD брали все. И думали, что это прям золото, бриллиант, не ограненый. Вы берете Full HD и на всю жизнь вам хватит. То сейчас рынок изменился. Например, в 2016 году было продано уже 7 миллионов Ultra HD телевизоров. То есть, на 13% больше, чем в 2015 году. В 2017 году было продано на 14 миллионов больше. В 2018 году на 19 миллионов. И 2019 уже потом посмотрим. То есть, вы должны понимать, что сейчас в основном все покупают 4К телевизоры. И вам не стоит, я думаю, сейчас покупать Full HD телевизор, чтобы через 2 года контента стало больше. И вы побежали покупать 4К телевизоров. Выбросив тем самым деньги. Ну, конечно, некоторые скажут, что они могут, например, с зала перевесить его на кухню. Но если вы купите, например, 85 дюймов телевизор Full HD и повесите его на кухню, смотреть какой-нибудь душера, как приготовить с помидорами. То есть, помидор будет у вас на полкухни виден. Вот такое сравнение необычное. Но все же очень важный момент. HDR берите, если хотите лучшие цвета. Что это значит? HDR это расширенный динамический диапазон. Это новая функция 4К Ultra HD телевизоров. То есть, ее нету в простом, например, Full HD телевизоры. То есть, это апгрейд 4К телевизоров. Что он вообще добавляет? А добавляет он картинки на экране больше цветов, уровней контраста, деталей и яркости. Сейчас придумали специальное название. Ultra HD Premium. Также есть еще более требовательный к ресурсам телевизора. Технологии Dolby Vision. От создателей знаменитой технологии шумоподавления и объемного звука. Некоторые телевизоры совместимы с Ultra HD Premium. Например, с Samsung. Некоторые с Dolby Vision. Это Sony. А LG предлагает модели, совместимые с обоими стандартами. То есть, можно сказать, LG тут выиграют. В плане распространения HDR испытывает те же проблемы. Как мы знаем, фильмов с нормальным HDR скачанным сейчас очень мало. То же самое можно сказать о контенте. То есть, HDR контенте. Сейчас только есть потоковое видео. Это Netflix, Mega Go. А также есть Blu-ray диски с HDR. То есть, если вы покупаете Blu-ray диски с HDR, там действительно будет HDR. Но телевизоры тоже идут на хитрость. Пишут HDR, а там какой-то фуфел впихивают на HDR. Вы должны понимать, что, например, телевизор за 20 тысяч рублей не будет с HDR. То есть, например, за 500 долларов или за 1000 долларов уже, можно сказать, HDR будет. А все остальные топчики, конечно, там HDR будет. Тоже нужно понимать, что гнаться за HDR. А вот купите, в этом телевизоре есть HDR. И вы такие, где HDR? Вот он. Покупай. А что это за телевизор? А это какой-нибудь грунт-стайл. Ну вы такие, блин, ну тут же есть HDR. Куплю-ка я его. Вот такие дела. Конечно, производители более крупных брентов, как Samsung, LG и, например, Sony, действительно, там есть HDR. Но в более продвинутых моделях. Тоже нужно это понимать. HDMI и другие разъемы. Чем больше, тем лучше. Что это значит? Как мы знаем, например, у старых телевизоров есть, например, 5 разъемов HDMI. А сейчас, в 2019 году, например, производитель какой-нибудь захотел удешевить свою линейку. И зовет своего там Васю, Петю и говорит, как мы можем, например, удешевить вот этот телевизор. А он ему говорит, ну ты знаешь, нужно уменьшить 2 разъема или 3. И мы удешевим на 50 долларов, например, телевизор. Тот говорит, ой, ёптель, Вася, умница, давай, убирай разъемы. И вы бежите в магазин и смотрите, о, телек дешевенький. Не смотрите на разъемы, покупаете, прибегаете домой, вешаете телевизор. И тут жена вам говорит, подключай телеприставку. Вы таки втыркиваете телеприставку, потом у вас есть игровая консоль. Вы втыркиваете игровую консоль, а потом Apple TV, например. И вы думаете, ёптель, и куда мне втыркнуть ее? И вот, и у вас нету разъема. То есть, чем больше у вас разъемов на задней панели телевизора, тем лучше. Это тоже нужно учитывать, потому что неприятные моменты тоже есть. Стоит обратить внимание и на версию порта. Для работы с будущим Ultra HD источниками. Лучше брать HDMI 2.0 и новее. То есть, например, если вы берете старенький телевизор, там какой-нибудь HDMI первой версии. И вы подключаете туда, и у вас просто трансляция 4К контента не будет доходить до вашего телевизора. У вас как бы есть телевизор, но 4К нельзя транслировать. Ну, это очень странно, правильно? Также стоит отметить, что большинство 4К телевизоров имеют только один порт с поддержкой технологии защиты медиаконтента. То есть, защита широкополосного цифрового содержимого. Это тоже нужно учитывать. Типы телевизоров и их обозначения. LCD, LED LCD и OLED. На сегодняшний день, в 2019 году, существует в мире только два типа телевизоров. Два. Это LCD и OLED. Скорее всего, вы купите первый тип LCD. Потому что, как известно, у нас, у очень бедных людей, нету достаточно денег, чтобы купить OLED телевизор. Давайте теперь поподробнее разберемся, что такое вообще LCD или LED телевизор. Подавляющее большинство современных телевизоров, хоть то HD, хоть то Full HD, хоть то Ultra HD, произведено по технологии LED LCD. Они используют светоидиоды для подсветки LCD экрана и могут быть очень тонкими. Многие из таких TV приемников обеспечивают динамическую подсветку некоторых частей экрана. И делают более темными остальные для того, чтобы лучше отобразить темные и светлые места в эпизодах. Эта функция известна как активное или локальное затемление. То есть, разобраться с этим достаточно тяжело. Большинство LCD телевизоров используют светодиоды по углам экрана. То есть, если вы смотрите на телевизор и как бы по углам, где рамка телевизора, будут такие полосочки. И получается, что светодиоды расположены прямо по бокам нашей матрицы. Лучшие из этих телевизоров поддерживают активное затемнение. Также есть и модели с LED прямо за экраном. То есть, уже не по бокам расположены вот эти наши светодиоды, а прямо сзади нашей матрицы. В результате задняя подсветка получается точной и обеспечивает более детальное изображение относительно контраста. То есть, что это значит? Понятно, если расположить наши светодиоды по бокам, будет видна полоска. Но если их расположить сзади нашей матрицы и расположить в виде сетки, вы уже не сможете так отчетливо видеть вот эти полоски. То есть, намного лучше. Раньше вот эта технология была доступна только для элитных моделей. А сейчас, как вы знаете, мир не стоит на месте. И уже распространение задней подсветки уже во множество телевизоров пошло в быт. И они уже стоят не столько космические деньги. Сейчас все более распространенной становится еще одна LCD-технология под названием квантовые точки. Да, то есть, все делают, все делают и все запутывают нас эти производители. Так вот, к жизни ее вызвала необходимость HDR, требует большего количества цветов и увеличения яркости. То есть, HDR как бы подтолкнуло на создание квантовых точек. LCD с квантовыми точками, по сути, обладает еще одним слоем точек. Нанокристаллов, которые светятся после включения светоидиодов. Результат более широкий цветовой диапазон и увеличение яркости. То есть, персик, обратите внимание, сейчас компания знаменитая Samsung начала продавать новые телевизоры. То есть, не сейчас, а более вошло в свет вот эти телевизоры с брендом QLED. Как вы можете видеть, там везде можно посмотреть на компании Samsung телевизоров QLED, 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 и он там стоит космический QLED. То есть, это обычная LCD-матрица с квантовыми точками. И к OLED-технологии они не имеют никакого отношения. То есть, OLED-это другая вообще сфера. А вот просто Samsung сделала свои квантовые точки, поставила их в LCD-матрицу, и все. Это стал QLED. То есть, это тот же LCD-тип телевизора, только с квантовыми точками. Давайте разберемся LCD-телевизоров плюсы и минусы. Плюсы. Большой цветовой диапазон. Доступные по цене модели с разрешением Ultra HD 4K. Это яркий экран, который хорошо виден даже в солнечный день. Качество изображения становится только лучше благодаря новым технологиям. То есть, вот эти квантовые точки. Минусы. Не идеально отображается быстрое движение. То есть, например, смотрите футбол, и такие всякие вот баги есть. Не идеальный черный цвет. Ну, это понятно. Это уже OLED-технология. Ну, а теперь давайте разберемся. Самый топчик из топчиков это OLED-TV. Для подсветки в OLED-дисплеях используется слой органических светодиодов. То есть, как есть органическая сейчас еда, так и вот в телевизорах есть органический слой светодиодов, управляемых на уровне пикселя. Ну, как-то странно все звучит, но все же. Это вот самый топчик OLED-TV. Так достигается абсолютный черный цвет. То есть, черный цвет, тут черный цвет. И бесконечная контрастность. Это можно сравнить, знаете, с экранами Super AMOLED от компании Samsung в телефонов. И, как следствие, без вариантов лучше в индустрии картинка на экране, которая не выцветает даже при взгляде сбоку. Главный минус этих телевизоров это цена. Да, для нищебродов это прям космическая цена, потому что, можно сказать, что они начинаются от 100 тысяч рублей и доходят до 2 миллионов. Да, 2 миллиона. Вы можете купить себе, например, Lamborghini за 2 миллиона и можете купить себе телевизор. Выбирать вам, я не знаю. Кроме того, экраны такого типа страдают от такой болезни, как выжигание. Что это значит? Например, вы смотрите телевизор и там стоит какой-нибудь пельмень 2 минуты на одном месте. После того, как он сдвигается с места, вы видите как бы след вот этого пельменя. То есть, остается цвет. Вот эти точки, они как бы фиксируют свое положение. Ну, то есть, это выжигание называется по-простому. Но это болезнь выжигания. Сейчас, на данный момент, очень сильно как бы на ее решение брошены все силы. И она в скором времени будет искоренена. То есть, ее прям порежут на мелочи кусочки и выкинут. Изогнутый дисплей. Это вообще функция была доступна очень давно. То есть, в 2019 году эта функция уже как бы умерла. Но все-таки такие телевизоры есть. И сегодня мы разберемся, что это и как это. Производители уверяют, что такие устройства создают некий эффект погружения. В то, что происходит на экране. То есть, вы как бы погружаетесь в картинку. Но на самом деле, все происходит с точностью до наоборот. То есть, во-первых, искривленная форма искажает изображение. И уменьшает доступные углы обзора. Таким образом, уменьшая возможность получить лучший вид для нескольких человек. Допустим, вы купили телевизор где-то 65 дюймов. С изогнутым дисплеем. Поставили его в комнате. И его не повесишь на стену. То есть, это тоже большой минус. Поставили в комнате. Созвали 10 человек, например, поиграть в ту же PS4 Pro или так далее. И представьте себе такое, что 4 человека в центре сидят, смотрят в телевизор. А остальные 6 человек по бокам, 3 смотрят на заднюю стенку телевизора. То есть, под углом. И классно так будет играть? Конечно, классно. Но вот такие минусы. Еще один минус. Это они относительно дороже. То есть, они дороже, чем обычные плоские телевизоры. Но, как я говорю, это уже технология умерла. Smart TV. В наши дни все больше телевизоров поставляется со встроенным интернет-сервисами. Для просмотра фильмов и сериалов. То есть, Netflix, Megago и так далее. Браузер также есть у нас для интернета. Игры, социальные сети и так далее. Интерфейсы чаще всего просты для освоения. То есть, и не надо вам покупать, например, ту же приставку Apple TV. Или сейчас Xiaomi есть приставка. Вилком есть приставка. То есть, их очень много. Вы просто покупаете телевизор и те же функции там есть. Но найти, например, уже телевизор без Smart TV достаточно тяжелая работа будет. То есть, вы даже может и не найдете без Smart TV. И даже если вы найдете разницу в цене, вообще может даже не ощутимо быть. То есть, столько же будет стоить, как и простой телевизор. Так что, конечно же, покупаем Smart TV. По поводу платформ, которые представлены на рынке, тут уже дело вкуса. То есть, выбираете, какой вам нравится. Контрастность. Контрастность это отношение яркости в самой светлой точке экрана к яркости точки с самым затемненным изображением. Чем контрастность выше, тем более тонкие тени и оттенки выводятся на экран. И тем выше детализация. Но производители измеряют этот параметр по-разному. То есть, что это значит? Например, компания Samsung говорит, что у нее контрастность такая. У нее сидят люди, которые измеряют эту контрастность. Sony измеряет свои контрастности. То есть, у каждого производителя сама контрастность. Например, у Sony 100, у Samsung 200, у LG 300. И не значит, что 300 это будет лучше, чем 100. То есть, у них свои определения. И если вы приходите в магазин, вам продавец говорит, вот посмотрите, тут 50 миллионов контрастности, там оттенков, я не знаю. Вот у Sony. То есть, это относительный бред. Что же остается делать? Как выбрать по контрастности? Единственный способ. Вы покупаете флешечку или берете дома. Скачиваете туда фильм с большим количеством темных сцен. И смотрите, как вам нравится вообще. Смотрите вживую. То есть, только так. Звук. По поводу звука есть много-много вообще споров и так далее. Даже самый дорогой телевизор имеет один недостаток. Это звук. Во всем виновата мода. Тренд на тонкие корпуса не позволяет инженерам вставить в телевизор качественные колонки с хорошим насыщенным звуком. То есть, вы покупаете телевизор. И да, какие бы там ни были технологии, все равно он будет тонкий. Особенно новые телевизоры, они тонкие. И представьте себе, как можно вместить, например, сабвуфер на 100 ватт в этот телевизор. Вы его просто-напросто не вместите. И производители ставят маленькие такие колоночки. 30 ватт, по-моему, это максимально, что я видел. Ну, конечно, есть больше уже. Вот эти пошли шлейфы и отдельный саундбар стоит и так далее. Но, в основном, они встроены в телевизор. Что же нам нужно сделать, чтобы улучшить этот звук? Докупить колонки. Да, это тоже один из выходов. Но, как мы знаем, колонки надо расставлять 5,1 звук, например, по всей комнате. Это все провода торчат и так далее. Это очень неудобно. Или докупить просто саундбар. Их сейчас очень множество. То есть, начиная от полк аудио производителей, JBL, Sony. И заканчивается Yamaha и именитых производителей. То есть, их множество. Покупайте, ставите и, поверьте, звук будет восхитительный. Никаких проблем с этим не будет. Единственное, что вы его куда-то должны вместить. Но он не такой уж большой. То есть, отдельно по Wi-Fi или Bluetooth есть сабвуфер, который вы можете положить, например, в ваш диван. И отдельно будет саундбар, который подключается непосредственно к телевизору. Но он такой тоненький. Ну, можно сказать, что вместительный. Вот такие дела. И еще хочу сказать по поводу расширенной гарантии. Вы приходите в магазин. И вы начинаете покупать телевизор. Тут приходит продавец. Вы купили телевизор. И он говорит, вы знаете, вы же купили, давайте приведем два примера. Самый дешевый телевизор и самый дорогой. Вы же купили такой дешевенький телевизор. Давайте вам вот расширенную гарантию за 2 копейки вам предложим. Вы такие, ну почему бы и нет. Там 10% от стоимости переплатил примерно. Но зато у меня будет гарантия на 5 лет. Я не знаю, 50 даже лет. И вы, допустим, этот дешевый телевизор вешаете в комнату. Через 3 года он устаревает полностью. Даже не 3, а 2. И вам эта расширенная гарантия только остается сходить в туалет. Вы покупаете телевизор за, допустим, 500 тысяч России. Приходите, говорите, вот я хочу купить телевизор за 500 тысяч. О, давай я тебе дам расширенную гарантию. Но она будет стоить вот 10% стоимости телевизора. И 50 тысяч просто за расширенную гарантию. Но если вы еще должны знать, если вы покупаете дорогие телевизоры, у вас так и так будет больше гарантий. То есть некоторые производители дают 2, а то ли 3 года. И плюс ваша эта расширенная гарантия вам ничего не даст. Потому что если он с каким-то браком, то по-любому оно произойдет, поломка или что-нибудь. В эти 2 года гарантии. То есть ваша расширенная гарантия в основном будет лежать. И вот эти продавцы очень имеют денег много из-за расширенной гарантии. Раньше такого не было. Они поняли, почему бы нам не сделать из воздуха, из бумажки, грубо говоря, деньги. Ну вот и все. Как бы такие дела. Конечно, если вы хотите пользоваться телевизором 100 лет, стоит тогда купить расширенную гарантию. Ваш праправнук будет смотреть его и знать, что у него еще есть гарантия. И в случае поломки он принесет этот телевизор и ему заменят, например, матрицу. Хотя уже таких матриц не будет. Ему просто дадут смартфон и скажут, вот, ребенок, повесишь на стену этот смартфон, он раздвинется через туалет и станет телевизором. Вот такие дела. Я надеюсь, я вкратце объяснил, как же все-таки покупать телевизоры. По поводу производителей хочу сказать одно. Смотрите на матрицу и все функции в общем. То есть, конечно же, если вы купите какой-нибудь бредовый брендик, он не будет лучше, например, чем самый дешевый телевизор от той же Sony, Samsung или LG. То есть, это тоже нужно понимать. Смотрите сами своими глазами телевизор. Ну что же, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока.